приветствую вас дорогие друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк сегодня у меня на обзоре объектив nikon nikkor 20 миллиметров f1.8 н потихонечку продолжаем закрывать гештальт f байонета и сегодня у нас широкоугольный светосильный фикс и по сути это стандартная n к в привычном понимании то есть у нас довольно приличные оптические характеристики неплохое качество сборки и так сказать расширенный динамический диапазон по сравнению с более дешевыми и гипер контрастными стеклами которые в тенях съедают полу тона что касается цены на данное стекло то новое в официалке она стоит 800 долларов и в целом для фикса для n это недорого если рассматривать именно в реалиях цены на оптику они просто как дорого или нет на вторичке на авито это стекло можно взять примерно за 42 46 тысяч рублей и на фоне других своих похожих собратьев из лагеря n это 24 18 н и 28 18 н она стоит практически в два раза дороже то есть например 28 и 24 можно взять примерно от 22 до 30 тысяч рублей но с другой стороны это все-таки не схожие фокусные так как разница хоть и в 4 миллиметра но по факту разница между 28 и 24 миллиметра по полю зрения меньше чем между 20 и 24 миллиметра то есть 20 заметно шире 24 миллиметров что же касается качество сборки то он не ощущается подбитым кирпичиком хотя бы из-за того что его вес всего 350 грамм то есть да вроде бы ничего не люфтит не болтается у нас даже есть прорезиненное кольцо возле металлического байонета но тем не менее нельзя сказать что это подбитый кирпич как 2470 все-таки опять-таки повторюсь это недорогое относительное стекло но зато у нас гарантия пять лет на этот объектив на корпусе у нас имеется прорезиненное кольцо управления фокусировкой соответственно постоянный приоритет мануальной фокусировки то есть независимости от режима мы можем докрутить и кольцо у нас еще механическое что я считаю лучше чем электронная которая на практически всех современных объективов также у нас есть переключатель фокусировки м и а и шкала дистанции фокусировки mdf у нас находится на расстоянии 20 сантиметров что немного для данного стекла то есть оно равно числовому значению фокусного и на полном кадре очень крупный так сказать условный портрет мы сделать не сможем так как максимальное увеличение всего 023 x диаметр под светофильтра у нас 77 миллиметров то есть натянули под профессиональный при этом несмотря на то что линза изогнута передняя светофильтр как вы поняли мы устанавливать можем на это стекло лепестков диафрагмы к сожалению 7 в этом плане они сильно сэкономили причем они даже не скруглены и как мы видим у нас они расположены в хаотичном порядке то есть никакой симметрии здесь нет вообще и не знаю почему они решили сэкономить с одной стороны за счет такого фокусного хоть и большой светосилы даже при съемке поясного или у какого-то условно такого портрета у нас этих гаек мы толком и не увидим то есть на открытых их не видно она закрытых как бы уже бакешки практически и нет на таком фокусном соответственно получается вроде бы как оправдано было это но с другой стороны опять-таки глядя на бумагу и сравнивая с другими стеклами получается что как бы это стекло в плане дешевизны выбивается среди других похожих собратьев в н-лагере бюджетных и ног так сказать и как я сказал в целом это типичная энка но есть один момент есть одно слабое место у этого объектива а именно это его резкость то есть если сравнить резкость этого стекла например с 24 18 н то она проигрывает в центре немножко проигрывает чуть дальше от центра проигрывает уже прилично а самых краев проигрывает просто нереально то есть на открытой современных реалиях можно сказать что она не очень рабочая то есть как 22 и 8 было нерабочим на открытой я имею ввиду чуть дальше от центра и из самых краев также и это то есть в центре если еще есть хоть какая-то резкость то даже на прикрытых до 2 и 8 у нас в этой части толком резкость не растет и по краям тоже она практически не увеличивается то есть чтобы получить какое-то приемлемое поле резкости над закрыться до восьмерки а то и до 11 с другой стороны вы скажете что это широкий угол типа смысла особо снимать на открытой на подобном фокусном нет если оно рассчитано на пейзажи архитектуру и тому подобное то там нужна закрытая диафрагма чтобы была максимальная резкость было больше гриб и тому подобное но с другой стороны зачем тогда вы сделали 1 и 8 если она условно полу рабочая и опять-таки с третьей стороны можно взять любое другое фокусное любой другой объектив точнее с подобным фокус нам в начале в конце или в середине то есть зум какой-то 16 35 18 35 и тому подобное также закрыться на 8 11 и у нас будет как минимум не хуже резкость чем на этом стекле то есть оно должно решать какие-то задачи и давать какие-то преимущества ведь покупая фикс мы теряем в удобстве мы теряем в каких-то фокусных расстояниях да по сравнению с с бюджетными сверх широкоугольными зумами она небольшое так как вес 350 грамм и относительно компактный размер вроде бы как что-то нам дает при этом мы имеем светосилу в 18 но опять таки если мы будем снимать по третям или даже правее третей то на открытый у нас будет объект достаточно сильно размыт соответственно вот конкретно совокупность этих характеристик его светосилы и по мне не рабочий открытой дыркой для широкого угла делает это стекло спорным но с другой стороны возможно поскольку это стекло не такое востребованное такое фокусное то nikon решили просто заткнуть дырку то есть у них есть энки 24 35 28 и так далее и нужно было обновить двадцатку то есть было 2 и 8 д теперь они выпустили 20 но поскольку стекло опять-таки не востребованные у него даже нет версии 1 и 4 н поэтому решили возможно много денег не тратить на его разработку на разработку новой оптической схемы которая построена по принципу 1311 соответственно два низкодисперсионных элемента 2 асферических nano crystal код и super integrated код они решили сделать условно вот такой вот бюджетный фикс но налепив на него золотое колечко и написав n если вы рассматриваете это стекло для crop камеры думая что вы получите 30 миллиметров неплохой такой фикс то даже на кропе на 18 она не очень рабочая то есть грубо говоря когда мы кадрируемся до 30 миллиметров в кроп режиме у нас примерно вот тут получаются края кадра и даже они на открытые даже на 2 и 8 и даже на 4 мягкие то есть даже на кропе мы не получаем более или менее ровное поле резкости на открытые и на около открытых диафрагмах то есть опять таки это лишний раз подтверждает что стекло в этом плане именно в плане резкости не очень рабочая то есть опять повторюсь чтоб вы не путали оптические свойства то есть как она держит контровой высокий динамический диапазон и вот это все у него на уровне и на кто есть она не выбивается тем что она плохо рисует или дает плохую картинку она выбивается именно по резкости то есть хуже его именно по резкости я думаю только 58 1.4 н но она от него недалеко ушло так вот для кропа это не очень интересный сетап под трем причинам во первых для кропа 40 плюс тысяч рублей это очень дорогое стекло и неважно ftz у вас или зеркалка все-таки это не маленькая не компактное стекло во вторых мы не получаем должную так сказать резкость и поле резкости как на кроп камере то есть у нас 18 опять-таки неплохая резкость но края все-таки слабоваты будут поэтому получается что для кропа она особо бессмысленная на полном кадре же конкретно в моих репортажных задачах на в основном на моих съемках квиза она тоже по и проявила себя не очень хорошо так как за счет широкого угла у нас кроется коварство то есть я думал что будет примерно здесь растягивать людей но растягивает даже примерно вот в этих областях если находятся головы людей особенно если они повернуты в профиль очень видно как у них выдвигается вперед челюсть нос и тому подобное то есть на нем лучше снимать либо в кроп режиме чем я иногда и пользовался чтобы заставлять себя отходить дальше и более или менее правильную перспективу и геометрию лиц показывать то есть в плане репортажки она опять-таки специфично и именно на каждый день то есть на постоянную съемку она не подойдет она подойдет если вы хотите поиграться с перспективой где-то что-то указать показать или специально гипертрофированную перспективу показать то есть в этом плане она более художественное и творческое стекло чем техничное опять-таки его резкость подтверждает что она не техничная поэтому стекло как на мой взгляд очень специфическая и подойдет далеко не каждому нужно прекрасно понимать что покупая подобное фокусное вам нужно думать над композиции в кадре так как у вас намного больше объектов попадает в кадр а также края кадра сильно начинают растягиваться то есть нужно еще выбрать правильный угол и в идеале конечно всегда стараться снимать перпендикулярно объекта то есть если вы чуть-чуть на пару градусов не сверх опускаете то у вас сильнее вытягивается объект если это лицо то лицо и соответственно она становится уже к верхней части и параллельные линии также в кадре заваливаются то есть это именно оптические исхожения которые присущи всем фокусным на 20 миллиметрах неважно это н к дэшка или еще какое-то более дешевое но у ней маска и стекло с двадцатью миллиметрами за 100 долларов или за 10 тысяч долларов вот эти все искажения при изменении угла будут всегда им присуще и от них никуда не деться только если вы будете менять перспективу уже на посте в nikon x или в том же фотошопе что касается с качество фокусировки то в целом на беззеркалках фото режиме никаких проблем не было что касается качество фокусировки в видео то тест автофокуса в режиме селфи на вытянутой руке f1 и 8 автофокус по глазам включен слышно шум работы автофокуса даже сейчас исходя из этого примера было видно что пару раз автофокус не успевал вернуться на глаза и терял их возможно ему не очень понравились условия так как был включен активный дилайтинг на значение норма и лицо относительно заднего плана было темнее чем соответственно задний план видимо в производстве все-таки 20 миллиметров очень сложная фокусная стекло то не старая то есть она 2014 года и в те времена выпускались довольно таки неплохие и в плане резкости очень хорошие стекла но здесь для относительно свежего стекла для nikon n для фикса все-таки как по мне резкость слабоватая она лучше чем ее дэшный аналог но тем не менее у nikon толком больше ничего и нет то есть 20 миллиметров у них далеко не самая востребованная фокусная вообще если так подумать у nikon получается что проблема с сороковками даже если брать обе системы f и z проблема с двадцатками и проблема со сто тридцать пятками то есть это те фокусные на которых имеются провалы по разнообразию и выбору стекол но на этом все друзья пару равок и джипеги будь как всегда по ссылочке в описании также не забывайте про группу вконтакте и чат в телеге вам как всегда спасибо за просмотр здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока